Звенигово сегодня живет не только одними проблемами. Есть здесь и то, чем по праву могут гордиться не только жители города, но и всей республики. Это, пожалуй, лучшая набережная в Мариел. Именно так отныне говорят жители и гости Звенигова. Здесь за 61 миллион рублей масштабно реконструировали городскую набережную, превратив ее в современное общественное пространство, где можно и погулять, и позаниматься спортом, и привезти детей на игровую площадку. В эти осенние дни реконструкция набережной завершается. Качество проделанной работы оценил первый зампред правительства Мариел Михаил Васютин. Вместе с ним в городе на Волге побывала наша съемочная группа. Разбитый асфальт, заросшие газоны и неухоженные волжские берега теперь остались только на фото. В Звенигово провели, пожалуй, самый масштабный ремонт общественного пространства за многие десятки лет. Реконструировать набережную удалось за счет средств федерального бюджета. 55 миллионов рублей администрация города получила, представив проект «Набережная душа Звенигова» на всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений, который прошел в минувшем году. Еще 6 миллионов удалось привлечь из внебюджетных источников. В 2018 году главой государства Путином Владимиром Владимировичем в январе месяце был объявлен всероссийский конкурс среди малых городов и исторических поселений. Город Звенигово, малый город, численность населения 11,5 тысяч участвовал в данном конкурсе. В итоге вышел финал и победил. Вошел в двадцатку из четырехсот городов с финансированием федерального бюджета в размере 55 миллионов рублей. Реализация проекта заключалась в изготовлении проекта, получении государственной экспертизы, торгов и реализации данного направления. В итоге мы справились с задачей, мы видим, какая набережная у нас получилась. Помимо пешеходной зоны и велодорожек, в Звенигово реконструировали памятник героям Великой Отечественной войны и установили два новых монумента – участникам локальных конфликтов и ликвидаторам радиационных катастроф. Кроме того, фактически построили с ноля летнюю эстраду, которая теперь готова принимать любые коллективы. Для занятий спортом – небольшой скейт-парк, площадка с уличными тренажерами и поля для пляжных дисциплин, таких как футбол, волейбол и другие. Кстати, уже в следующем году здесь пройдет крупный межрегиональный турнир. Буквально со дня на день закончится строительство и детской площадки. Буквально неделю назад был Всероссийский форум, на котором мы участвовали. Нас просили, как примером, показать, как в целом в Российской Федерации справляются победители данных грантов. То есть мы уложились в график, мы работу выполнили. Многие пока еще тяжело справляются. Поэтому рассказывал, как мы справились с этой задачей и возможность таких городов, как наш, при успешной реализации проектов, еще раз входить в программу малых городов. У нас есть определенные темы, продолжение. Мы будем дополнительно заявляться на 21-22. В планах местных властей преобразить дом культуры. Пока удалось лишь отремонтировать фасад и провести косметический ремонт некоторых внутренних помещений. В дальнейшем здесь планируется создать уникальный музей, посвященный истории речного флота.